Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия и судьбы» и я, ее автор и ведущий, Евгений Панасенков. Сегодня у нас необычный, совершенно необычный эфир, потому что я не в одиночестве, а я со своим коллегой сегодня в студии. И эта передача посвящена биографии, личности и поэзии и судьбы выдающегося ученого-историка Андрея Николаевича Сахарова. На самом деле у вас непростая сегодня роль, и у меня тоже, потому что в нашей передаче «Поэзии и судьбы» обычно я рассказываю о Далиде, о Карле Готте, Шульженко была, Татьяна Ивановна Шмыга, моя любимая тоже, я о ней рассказывал, Пласида Доминго, с которым я имею честь, предприятийство и, так сказать, великие люди. Ближайшие к вам по, так сказать, профилю жизненных занятий – это Маргарет Тэтчер, о которой тоже рассказывал. Я хочу признаться, что я эту женщину всегда любил, я полюбил ее как-то вот подспудно еще в детстве, когда впервые увидел, мне она очень понравилась по характеру, я ничего не понимал, права она, не права, что это тетчеризм, что это за эрегономика, я ничего не знал, но она мне очень понравилась. И вот теперь я уже ее люблю осознанно. Как вы относитесь к Маргарет? У меня к ней отношусь очень хорошо, очень положительно. Я думаю, что это выдающаяся женщина, одна из выдающихся деятельностей вообще Англии. Не только потому что она железная леди, но потому что она, я думаю, в период своего руководства страной поставила ее прочно на твердый, хороший уровень. Она возродила веру в страну, она возродила гордость за страну. И потом она, не знаю, плохо это или хорошо, она выиграла войну. Да, да, конечно. Две войны. Женщина выиграла войну решительно, просто, четко совершенно. Это было удивительно. А что касается ее политики внутренней, то она была сторонницей, по-моему, приватизационных мер, чисто буржуазных мер. Вот тех самых буржуазных мер, которые в течение столетий создавали Европу. Великую, великую Европу, великую европейскую, и которая сейчас уничтожается. И когда эта приватизация нарушалась, скажем, в один из странах, то уровень, цивилизационный уровень страны понижался. Всегда. Может быть, это было случайно, может быть, такое время было, может быть, это что-то было связано с общим уровнем глобализации и так далее, но это был факт. И вот когда Тэтчер четко, совершенно провела свою линию на буржуазной ценности, на цивилизационной ценности прошлого, то, не знаю, как у кого, но у меня это вызывало уважение и действительно какое-то такое порой восхищение даже этой женщине. Конечно. И вот я не зря сказал, что она выиграла две войны, потому что одна, мы понимаем, это фольклендские острова, а вторая, это, в общем-то, холодная война, потому что она так правильно поддерживала Рейгана, она умудрилась так четко рассчитать и приехать поддерживать его во время второй избирательной кампании, когда, в общем-то, там начались проблемы со здоровьем, мы могли не избрать. А если бы второй раз не выбрали Рейгана, то вполне возможно, что другой бы президент повел себя не так жестко в этот линию по отношению к СССР, да? Так что, в данном случае, она как бы способствовала... Да, она была последовательно в своей политике внутренней, внешней и в отношении холодной войны, в отношении Советского Союза. Здесь это была женщина-монолит. Монолит, да. И можно к ней подноситься по-разному. Я знал, что англичане, многие относятся, особенно к либеральному плану, критически к ней, но, тем не менее, это же... Ну, как к Деголе во Франции. Вы знаете, для них это, значит, у них раньше был спаситель, сейчас у них это диктатор, понимаете? Это же надо мудриться. Выходило время, эти люди уходили, но они оставили свой след. Они спасли ситуацию, и потом уже совершенно подло, потом уже совершенно подло начинали говорить, что вот они такие плохие. Потому что они... Законные истории, но они действительно спасали. Как вы поняли, мои дорогие, те, кто, ну, может быть, еще не все в курсе, хотя Андрей Николаевич лицо, скажем, таким плохим современным словом, медийное, медийнейшее, у нас сегодня в гостях историк. Мой коллега, потому что по первому образованию я историк, потом уже режиссер, но не просто историк, а действительно ознаменовавший собой эпоху в науке и, я бы сказал, административную эпоху в науке, потому что страшно сказать, наверное, действительно страшно сидеть с вами рядом, потому что вы были долгие годы и главным редактором в науке, в издательстве «Наука», и еще страшнее сказать директором Института российской истории, Российской академии наук. В общем-то, такие позиции, такие должности, которые в нашей стране, при нашей системе, должны были бы сделать из человека, ну, такого, ну, инквизитора. Я поражаюсь, как этого не произошло? Вы понимаете, дело все в том, что в науке, когда я работал в издательстве «Наука», я был на страже. Я был действительно на страже. Я пришел из Центральной Украины, это партия. Да, 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 да. Хотя уже многие вопросы для меня были весьма спорными и неясными, когда я работал в ЦК. Вся эта система номенклатуры, система, когда бумаги правят людьми, она меня, как историка, как человека с определенным образованием, и культурой определенной, они меня отталкивали. Но в науку я пришел с этим багажом цыковским. И там я был на страже. Но вот в науке, работая с учеными, потом работая с литераторами, уже в госком печати, в госком издате СССР, у меня мозги стали, я полагаю, просветляться. И когда я перешел уже в институт, мне кажется, что я был уже во многом другим человеком. Свободным человеком. Свободным от этой административной вот всей рутине. Они не рассчитали, я так понимаю, когда допустили вас дотуда, они не рассчитали. Вполне возможно. Я думаю, что они просто действительно... Вот момент кадров, о котором Сталин говорил, что кадр решает все. Действительно, внутри системы люди, которые видели систему изнутри, очень многие, те, кто нормальный, понимали ее, в общем-то, так сказать, монструозность. И вот вы в 90-е годы, благодаря вам столько произошло замечательных реформ в отечественной науке, были выпущены потрясающие учебники, которые действительно попытались объяснить по-новому вот весь этот страшный 20-й век. Я знаю, насколько вас за это ругали и ругают в интернете. Я читал всю эту маргинальную, так сказать, возню. Совершенно там постыдные вещи. Но мы не должны забывать, что роль личности в истории не только ваш коллектив, который очень разный, на самом деле, люди, мы еще об этом поговорим, но вот все-таки лично ваша заслуга, она колоссальная вот в этой либерализации ситуации. Я с вами согласен, потому что вот эти 90-е годы, они дали мне возможность, уже поработав в аппарате СЦК, в Совете Министров, и уйдя оттуда до перестройки, поскольку я защелил ДОКСКу резертацию, и уйдя оттуда уже человеком абсолютно свободным, абсолютно внесистемным человеком, я как раз получил возможность в институте, работая с одареннейшими людьми, с онлайнтельнейшими людьми, докторами наук, кандидатами, которые во многом были зажаты, логически, старой системой, работать в новых свободных условиях. И вот то, что я работал практически почти 20 лет, сначала заместителем директора, потом директором института, в условиях полной свободы, это было упоительно, это было замечательно. И действительно, за многое можно сегодня там и ругать, и критиковать, и пятое, и десятое, но то, что мы в институте сделали, повернули действительно историческую науку в рамках вот нашего, по крайней мере, института, и нашего влияния, это было замечательно. И ради этого стоило работать, стоило жить, и мне вот, когда я оглядываюсь на это, на эти 20 лет, это было просто для меня, ну, подарком судьбы. Для историка быть свободным, это подарок судьбы. Всего и в нашей стране. При этом, Евгений, я всегда, когда мне говорили, а вот вы сделаете тот, и вы сделаете тот, и еще да, я говорил, да, мы сделаем, если условия будут, если будет возможность. У меня всегда было подспудное, такая, так сказать, подспудное опасение, что рано или поздно эта красота кончится. Закончится, безусловно. Потому что это Россия, это Россия, это традиции, это традиции бюрократии, традиции управленчества, традиции диктата, государственного, это традиция российская, понимаете, я ничего не хочу сказать плохого о нашем государстве. Возможно, по сравнению с тем, что было раньше, это все замечательно во многом. Но традиция есть традиция, и рано или поздно мы стали чувствовать вот это, так сказать, сжимание. Но успели, главное успеть, это очень важно. Но, вы знаете, по поводу сжимания, уже поздно, поздно, уже поздно. Все это отложилось, все это в библиотеках, в интернете, в учебниках, ликвидируйте это, ликвидируйте это, закрывайте это, но все это уже сказано, понимаете? Совершенно правильно. Уже цилизационный метод вошел в историю страны, понимаете? Проблема личности встала на первый план, и переоценка многих событий от древности до современности, она уже воочию... Да ну, начиная с того, что был опубликован все-таки пакт Риббентропа-Молотова. В том числе. В том числе. А вот мы сейчас публикуем документы Лубянка-Стальевна совершенно секретно в 20-30-х годах. Это потрясающая литература совершенно, документы потрясающие, которые рассказывают действительно реальную жизнь страны, вопреки той пропаганде, которая была официально на наших страницах, на радио, позднее на телевидении. Вот, это было замечательно. Я хочу сказать, мы часто говорим, а вот где информация, где люди говорят, нам ничего не сообщают. Вся информация есть, надо быть немножко любопытными. Надо ходить в книжные магазины, надо заходить в интернет. Действительно, какая часть архива уже открывается. И нельзя, вот я просто обращаюсь к нашим телезрителям, не будьте пассивными, не ждите, что вам с экрана телевизора все скажут. Вам с экранов, знаем, каких телевизоров вам скажут так, чтобы вы думали, что еще у нас газета «Правда» существует. Идите в книжные магазины, смотрите те книги, которые не выставлены с рекламными большими обложками. Смотрите там, где есть архив слова, там, где есть слово «Монография». Изучайте это, будьте самостоятельными. Правильно, 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 вот мне что хочется сказать вам сейчас, и, может быть, нашим телеслушалным, телезрителям. Вот, можно задать вопрос историку, что вы сделали за последние, значит, вот 20 лет, какие новые проблемы? Это целая эпопея. Любой вопрос возьмите, любую личность возьмите, она пересмотрит, она переосмысленна, она по-другому стоит в истории, она переосмысленна, переосмысленно правдива на основании документов, системы фактов и так далее. Я могу привести один маленький факт, который меня потряс. Меня пригласили в Японию на столетие Портсмурского мира, Портсмурского мира. Взяли там доклад. И вот я начал работать над чем, над чем никогда не работал, над русско-японской войной. И я начал работать, и я с удивлением увидел, что эта война не проиграна, что Россия не потерпела поражения, что Россия оказалась совершенно в другом состоянии, чем то, как ее изображали либералы, большевики, позднее пропаганда ленинской, сталинской и так далее, и так далее. И когда вот я с этим столкнулся, я был потрясен. Я написал статью, которая называется «Размышление в храме Тога» о результатах русско-японской войны. И оказалось, что действительно все это по-другому. Цусима, которую проклинали все, которую топтали, царизм, Цусима не имел никакого значения для судеб войны. Все решалось на полях Манчжурии. И там к концу войны стояла пятисоттысячная, готовая к дальнейшему выступлению. Армия, политика, вердыня. Мешалась, политика, совершенно верно. И когда Николай Второму донесли, все это рассказали, и спросили, ну что будем делать, так сказать, на совещании. Он сказал, какие предложения. Ну вот через год мы японцев вытесним из Манчжурии, высадим десант на островах, и войну выиграем. Он сказал, что это будет стоить? Миллиард рублей с золотом, 200 тысяч потери, и так далее, и так далее. В стране беспокойство. И он сказал, не будем губить души. Не было, не вредить, не будем губить души. И вот Портсмутский мир был заключен, причем заключен, как оказывалось, что японцы в Портсмуте имели директиву отдать все, отдать чая и Сахалина. Но мы опередили, да? Но мы не знали об этом. Хотя директива такая была. Мы директивы где-то на полпути остановился. И вот когда я все это осмыслил, когда я об этом сказал японцам в Токио, была мертвая тишина, понимаете? Потом здесь я опубликовал, это было тоже встречено с удивлением, потому что это было против традиций, но это было замечательно. Ну да, да, да. Это было, ну я не скажу открытием, но это было просто осмысление того, что должно было быть в конце концов. Ну конечно. И вот таких моментов в нашей истории... Это, кстати, я объясню зрителям, что это чисто политически. Это было невыгодно коммунистам, потому что им нужен был плохой проигравший режим царя. Это было невыгодно либералам, которые считают, что все проигрывается, что здесь и при коммунистах, и при царе, и так далее. Это не было никому политически выгодно. А документы, свидетельства... Интересно, что не проиграли ни одной беды. Они отступали под предстоящими силами противника, но не проиграли ни одной беды. Да, да. Понимаете, сохранили армию, сохранили систему, обновили этот Стал-Сибирскую магистраль, снабдили пулеметами, пушками, готовы были к войне. Ну, так сложилось. А вот другой момент, о котором тоже... Имейте в виду, надавили американцы, надавили англичане, французы, на стороне японцев. Ну, конечно, конечно. Потому что это баланс сил самый страшный. Таких примеров в истории нашей российской великое множество, которые мы подняли, напечатали и отразили даже наших учебников. Критикуйте нас теперь, понимаете, смотрите, опровергайте, если у вас есть факты. Но критикует в основном не за это, критикует наоборот за всякие факты Риббинтропа Молотова, которые как будто вы подписали лично. Вы его так опубликовали только. Тоже проблема сложная. Но обратная история. Вот это то, о чем мы говорили, о том, почему посвящена моя монография «Правда войны 12-го года». И вы тоже касались всего этого, потому что у вас и замечательная книга об Александре I, политическая такая биография. Вот война 12-го года, да? Никто же не снимает героизма с русских солдат и офицеров. Наоборот, я всегда говорил, что еще более страшно был у них героизм, потому что у них не было другого выбора. Они были так подставлены, что они были вынуждены своей жизни класть за отечество. Вынуждены. Но проблема в чем? Что мы будем спорить против тех документов, которые даже уже опубликованы в истории дипломатии в сборнике под редакцией Громыков в 60-е годы. Да, действительно, у нас были соглашения и со Швецией, и с Англией, и с Испанией. Была антифранцузская коалиция в 12-м году. Но не можем мы с этим юридически спорить. Да, действительно, смешно говорить о том, что вдруг французы на нас напали в 12-м году, когда война всеобщая европейская началась еще в 90-е годы после Великой Французской революции. Потом была Устерлиц, Фридланд, Телезийский мир и все прочее. Нельзя отрезать нашу одну войну от всей всей общей войны. Мы же сами привели. Это была одна из мировых войн. Конечно. В 17-м веке Первый мировой войны. Первый мировой, да. Значит, возможно, в 18-м веке Северная война и прочее. Это была вторая мировая война. И это третья. Это была третья мировая война. Это трагедия, что мы постоянно хотим себя как-то вычленить из истории. Это невозможно. И это трагедия. У нас обязательно вот отечественная война. Как будто мы живем на острове и ничего никак не происходит вот вокруг. Только вдруг десант на наш остров. А почему не спрашивают, что делал Суворов в Альпах, что делал Кутузов в Баварии в 1805 году? Это же все связано. Вы знаете, есть очень много вопросов в истории, которые меня волнуют. Но они все, конечно, не могут войти в передачу. Вот есть тот вопрос, который для меня, ну, не только как для ученого, не только как для гражданина, но он совсем личный вопрос. Потому что он связан с моей дальнейшей жизнью. Он связан с дальнейшей жизнью каждого человека из ныне живущих. Но я все-таки начинаю с себя в данной ситуации. Мы регулярно обсуждаем историки войны 17 века, Сусимское сражение, 12 год, Великое Отечественное, ну, все что угодно. Но мы не понимаем, многие, и не видим в упор того очевидного факта, что сейчас на наших глазах разворачивается новая мировая война, которую я бы назвал, наверное, нонконвенциональной, то есть вот конвенциональной и нонконвенциональной не как бы не по правилам, не с учетом дипломатического протокола, когда объявление войны, соответственно, какие-то переговоры, потом заключение мира, контрибуции, репарации и все прочее. Так называемой ползучей войны. Ползучей, да. Я имею в виду войну, можно сказать, цивилизации, можно сказать, этническо-религиозно какую-то, я не знаю, в общем, цивилизации в целом. Вот моя позиция, я чуть позже ее скажу, но у меня к вам вопрос, как вот именно к ученому-историку, как человек, который очень хорошо понимает, что такое культура и чего она стоила Европе. Вот чего великая европейская культура стоила народам Европы, с каким трудом, с какой кровью она достигалась, добивалась. Вот это чистота на улицах, вот это высокий уровень развития экономики, культуры, литература, поэзия, утонченность во всех искусствах, уважение к свободе слова, к свободе мнений. Прежде всего уважение к личности человека, к достоинству человека, безусловно. Самое главное, к правам человека, к свободе. Конечно, конечно. И поэтому я не могу вас не спросить, вот как вы оцениваете тот беспредел, который мы регулярно видим по телевизору, то во Франции, то в Англии, когда иммигранты, легальные, нелегальные, часто те, которые уже имеют паспорт. Вот мы с вами должны визу получать, для того, чтобы прибыть в Англии, во Францию, а им виза не требуется, чтобы громить витрины. Как вы оцениваете всю эту ситуацию? Вообще, я эту ситуацию оцениваю как историка, как человек, абсолютно негативно. Абсолютно негативно, понимая, что это расплата благополучной Европы за вот тот колониальный разбой, во многом, так сказать, за многие потоки крови, которые были пролиты и в Европе, и во всем мире, это может быть расплата. И когда вот Европа включила в свой анклав эти огромные колониальные владения, Африки, Вест-Инди, и так далее, и так далее, странных разных государств, я думаю, что вот это начинается вот действительно поток обратного движения, обратный поток... Обратной колонизации. Обратной колонизации такая, так называемая. Я называю ее очень просто. Эксплуатация человека человеком. Понимаете, Европа, пусть это будет не очень корректно, не очень хорошо, но она создала свою культуру, как вы сказали совершенно правильно, свою цивилизацию, свои замечательные города, свое возрождение, свое историю, искусство, свою колоссальную технологию. В конце концов, европейская, атлантическая цивилизация в XVI веке опрокинула ведущую тогда в мире китайскую цивилизацию. Это вообще абсолютно... Конечно, конечно. Опрокинула научно-технологически, военном отношении, в отношении к фронте, в идеологическом даже. В армии там и так далее, это выгубок за всех отношения, в культурном отношении она была опрокинута. Атлантическая цивилизация стала первой ведущей в мире и стала диктовать моду, и диктует моду до сих пор. Нравится нам это дело и не нравится. Ну вот модели, созданные вот этой атлантической цивилизацией... Собственно, модели, это вот это все, что у нас. Микрофон, камеры, одежда, еда, все это есть. Но главное не это. Главное не это. Главное это права и свободы людей. Это демократическое устройство, общество. Свобода самовыражения, слово. Совершенно верно. Вот это основание для победы, в конце концов, этой цивилизации, что не могла сделать цивилизация, ни индийская, ни китайская. И вот в эту цивилизацию сейчас вторгаются огромные орды, орды, орды людей, торгаются на европейский континент. Что делать? И когда я выступал в Италии, шла у нас дискуссия по этому вопросу, и люди, которые толерантны к этому относятся, и говорили, что ну вы знаете, все-таки они бедные, они там несчастные. Несчастные. Шесть пособий. Да. Шесть пособий во Франции. Я говорю, вы знаете, чем это кончится? Что вот здесь, вот на площади Венеции, напротив вас, будут костры гореть, в конце концов. Да, да. Так они уже горят, вся Англия горела. Гореть, гореть во Франции. Что делать? В конце концов, я думаю, что надо было бы, не отрицая кола глобальных каких-то тенденций, все-таки жестче отстаивать вот то, что было создано конечно. В течение столетий. Мы сами предали, европейцы, сами предали вот эту идентичность. которые приезжают, многие приезжают, почему? Потому что их зовут на работу. Они сами хотят работать, хотят адаптироваться. Это нормально. Это нормально, это мировой процесс. Но с другой стороны, масса людей приезжает, которые действительно эксплуатируют других людей, их труд, их таланты, их продвижение, динамику. Я называю это эксплуатация человека. Абсолютно правильно. Это есть миллионы. Причем, вы обратите внимание, они, я бываю, живу по нескому месяцу в разных странах Европы, они действительно не желают, не то что уважать культуру, они желают работать. Вот говорим, что они на таких рабочих местах, которые нет европейцев. они против этого выступают. Да, конечно. Это культура, эта сферизация им противопротивна. Абсолютно. Понимаете? Они не хотят принимать, потому что они не хотят снимать там платок или непочиняться. Они просто не принимают это. Не да, они в общем жестко они хотят пользоваться этой цивилизацией. Пользуются абсолютно в наглую. Я хочу сказать, что обратите внимание, я, если бы вот то же самое я бы начал говорить на телевидении, допустим, Франции, Британии, там и так далее, вам бы закрыли экономику. Абсолютно все было бы моментально закрыто. И в этом трагедии, потому что мы, получается, мы нарушили самое главное завоевание, это, собственно, свобода слова, свобода самовыражения, свобода личности. И они уже, нет, они уже пожинают плоды, потому что у меня была одна приятельница, есть она. Люди рано или поздно начинают к этому приходить, начинают задумываться. Поздно, но поздно. Они уже инкорпорировали. Те же нидерландцы, нидерландцы, ну они когда уже... Санксунулся, Саркази, они над этим начинают думать. Да, но минуточку, как только Саркази захочет что-то сделать, возникают девушки по правам человека, которые, так сказать, с неустроенной личной жизнью, и в эфире первые РТФ, и второго и так далее каналы говорят, что он фашист и все прочее. Меня, когда в Сарбоне я, значит, там, сотрудничал, то мне говорили, вот, вы фашист, фашист, фашист. Потом эта дама, профессор Сарбонны, образованнейший человек, когда у нее уничтожили лабораторию эмигранты, негры, арабы, после демонстрации, уничтожили, там у нее были уникальные компьютеры, она большой ученый, все. Она мне позвонила, и, Жень, ты был прав. Значит, это Жен, вы были правы. И действительно, я поражаюсь, почему человеку, в общем, с абстрактным мышлением, она профессор, она автор фундаментальных исследований, почему ей необходимо было вот этот физический момент, она неужели не могла понять, да это, что так будет, это точно так произойдет, почему уж было разбить ей лабораторию, чтобы она поняла, что это случится. Я поражаюсь, почему, если вот вы живете, там вот, лестничная клетка у нас в московских домах, да, квартира, если вы туда пускаете того, кого пускаете, неужели у вас подсознательно или сознательно нет подозрения, что он не будет жить, так же, как вот вы с семьей жили в этой квартире по тем же правилам, законам, и вас уважать, и так далее, и так далее. Но действительно, это же очень, это с моей точки зрения глупость, почему это произошло? Какая-то инфантильность, слишком хорошо жили, наверное. Ну, я думаю, здесь причины две, во-первых. Во-первых, это европейство, нужно было рабочие силы. В Нидерландах, в Голландии, ну, рабочие силы, чтобы строить дамбы, дороги, Но они создавали... И вот, когда сегодня вы приезжаете в Голландию, вы обнаруживаете, что 30% населения только это голландского населения, а 70% это пришлое приезжие люди, и голландцы об этом с горечью говорят, и говорят, а что делать? А кто будет строить дороги, а кто что будет строить дамбы, укреплять, так сказать, морской берег и так далее. И никто не строит. То же самое во Франции, то же самое в Германии, турки, курды и так далее. Юг Италии. Да, в Италии это одна сторона проблемы, а вторая сторона проблемы, конечно, это то, что европейской цивилизации своей толерантности, демократичности, уважения к правам и свободам людей пришла, в конце концов, в тупиковое состояние, поскольку мир еще не дозрел, он не един в этом отношении. Есть уровень цивилизации одной, есть уровень цивилизации другой, и если эти цивилизации начинают соприкасаться и как-то входить одна в другую, оказывается, что цивилизация менее развитая начинает ломать, подчинять себе, и в конце концов деструктивно влиять на цивилизацию более высокую. А мы же все это знаем. Как Дорицы в Древней Греции. Чем более варварской цивилизации, тем в ней вот эти мускулы, да, первобытные, тем сильнее. То же самое в Римской империи. В Римской империи была разложена не ударами военными, а изнутри. Никто не отгораживаться от людей, нельзя исторические процессы. А мы никто не отгораживаются. С какой-то стеной, и действительно, все колонии бывшие, и они имеют право там на то-то, на то-то, и на то-то. Но не подмена понятий, не миллионами. Но не подмена понятий, совершенно верно. Это надо все регулировать спокойно, аккуратно, цивилизационно. Должны ехать те, не отгораживать этих людей все новые системы цивилизации тем, чтобы они поднимались до уровня цивилизации. Они опускали эту до своего уровня. Все же очень просто. В России такая же ситуация, понимаете. Была статья опубликована в новой газете, очень любопытная статья Швецовой, по-моему, о том, что вот действительно наша цивилизация, цивилизация более, так сказать, остала порядка, опускает нас до уровня, но не поднимается до своего уровня. Абсолютно. И вот это как раз одна из главных проблем, я бы сказал, философских проблем, цивилизационных проблем для бытовых, для нашего руководства. И философских, и бытовых, потому что все это связано. Вы знаете, я во дворе у нас в центре Москвы у нас 80% я не понимаю, люди что говорят, на каком языке. Зная 3 европейских языка, я не понимаю, о чем они говорят. Я действительно не понимаю, я чужой человек. Я вызываю... Но это не страшно, если бы люди, так сказать, встраивались в эту систему. Они не будут встраиваться. Они не будут встраиваться. Созданные наши истории. Так вот я задал вопрос очень конкретный. Я в самом начале задал очень конкретный вопрос. Вот мы празднуем 9 мая, мы празднуем Куликово поле и так далее. А какой продолжает иметь этот смысл, ну такой настоящий смысл, когда сейчас мы на наших глазах проигрываю новую войну, и у нас вот мы под татаром, монгольским и гем новым. Но действительно, это же ведь не каламбур, это действительно реальная проблема, потому что в некоторые дни в метро войти невозможно. У меня, например, приятельницу из консерватории, которая такая нехилая дама, затоптали. Я не скажу, в какой, так сказать, день, в какой праздник, физически затоптали, и милиции ничего не стало делать, потому что если бы полиция стала бы что-нибудь в этот момент делать, то их бы уволили по определенной статье. Конечно, не так, как бы на Западе, но то же самое. Это действительно трагедия. Президент Медведев сказала одну фразу очень любопытная. Это неправильно, что многие органы нашей власти, в частности, органы МВД, формируются по национальному признаку. Это было сказано. Ну, наконец-то, ну, наконец-то. Не, ну, у нас... Когда одни тянут других, сходят, конечно, конечно. Причем, вы знаете, ведь некоторые есть народы, которые тянут, а есть, которые, которые, наоборот, не тянут. И вот это парадокс. Ну, мы не будем озвучивать в эфире, кто кого тянет. Следующий момент. Мы с вами в разных, но очень часто бываем в разных ток-шоу исторических. Да. Приходится. Я знаю, вы знаете, я всегда вам звоню и говорю, не отказывайтесь. Андрей Николаевич, пожалуйста, ходите, потому что я знаю, я знаю, что неприятно, я ненавижу этот жанр, потому что все перебивают. 24 приходят из них... Да, он тяжелый для ученого, для историков. Невыносимый, невыносимый, потому что мало того, что нельзя действительно сказать все по пунктам, так и невозможно, поскольку 20 человек, ведущий, каждому должен дать слово. Из 20 только два вменяемых, дай бог. Ну, это такая классическая статистика. Но я, сколько меня не критиковали, хожу, и всегда вам звоню, прошу, ходите, потому что... Вот мы интеллигенция... Почему нет? Нет, но мы интеллигенции думаем, так, это, так сказать, не наш жанр, а потом удивляемся, а почему так все плохо? Мы же не участвуем, а надо участвовать, ведь действительно это проблема, потому что если мы не будем формулировать то, как надо, то откуда же оно и появится? Мы недооцениваем все-таки вот этот момент ментальный, что-то изменяется. Да, в целом очень тяжело двигается страна, но что-то ведь меняется. Я хочу вас переявить, недавно мне один ведущий, известный, позвонил и предложил участвовать в таком телешоу, и я отказывался, потому что для меня это было не совсем приемлемо, и много крика, много шума. Я говорю, зачем вы-то туда идете? Зачем вы-то в этом участвуете? Он говорит, ну кто-то должен когда-то что-то сказать, это возможность людям что-то объяснить. Я говорю, что вы проигрываете под процентом, по голосованию. Все равно, пускай это так, но я все равно буду говорить. кто-то услышит, и что-то останется у людей в душах. Я думаю, что эта позиция правильная. Вот шоу, которое Сванидзе ведет и Кургинян, мы его обсуждали, я помню, вы были на теме, на одной из тем, по-моему, связаны с ГКЧП. Да, это была тема, посвященная Пуччу, так называемому мятежу Корнилова, от мятежа Корнилова до ГКЧП. И, значит, я помню вот эту всю истерику Кургиняна регулярную, так сказать, эти все накаты, приступы и попытки интеллигентных с фактами, значит, вот у вас Сванидзе. Я все прекрасно понимаю, но вот я о чем подумал, я сам, это, какой кошмар, как все это, нелогично, но обратите внимание, в этом может быть и маленький плюс, потому что если позицию поддержки ГКЧП, которые очень-то государственные преступники с точки зрения абсолютно любых законов любой страны, и многие даже признали, да, все это, если их позицию защищает вот такой, так сказать, товарищ, как Кургинян, может быть, это и хорошо, потому что, вы понимаете, я иногда смотрю, думаю, вот как бы я тут, ну, хорошо, исключительно такая интеллектуальная игра, ну, мог бы я это лучше защитить, мог бы лучше защитить, да, чтобы было более факт, на основе фактов, и, может быть, даже более артистично, без брызгания слюной сильного и так далее, и, может быть, и хорошо, что Кургинян это делает, можете, это в этом есть какой-то смысл, да, что не кто-то другой, это один момент, и второй, да, голосование все либеральные, так сказать, те, у кого на руках факты, логика, так сказать, и так далее, голосование, как правило, проигрывают, вот телезрители, но там где-то такое соотношение 10 на 50 тысяч, 50 тысяч выигрывают, они за Сталина, они за возвращение куда-то, обратно, в 10 раз, и обычно идет, в 10 раз, в 10 раз, да, и, ну хорошо, но давайте тогда по-другому подумаем, если действительно признать то, что, ну, люди, которые, у них в жизни все нормально, они заняты, у них дела, они же не будут звонить, ну, практически никто не будет звонить, а наоборот будут звонить, если это все те, кто за, вот те, кто принципиально жестко за, кому нечего делать, вот их, допустим, 100 тысяч, да, на 100 миллионов, там, 120, сейчас миллионов населения, может быть, это не так много, может быть, это и хорошо, что мы знаем, что их оказывается не миллионы, а их только 50 или 100 тысяч, которые еще за Сталина. Дело все в том, что даже при том, что будут звонить люди организованные, да, 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 и протестные, протестные, конечно, и люди, которым сказали, надо так голосовать по своей системе партийной, да, да, при всем при том, Евгений, мы должны понимать законную историю, революция рано или поздно кончается утверждением новых, новой системы, со всеми ее плюсами, со всеми ее минусами, и начинается рано или поздно, это так от всех откат, всегда, всегда, и вот когда я чувствую виду голосования, когда я считаю эти проценты и смотрю, как поддерживают позиции, которые еще в 91-м году, в 92-м году проклинались, отодвигались, и когда это же население активно поддерживало Ельцин, активно поддерживало новые какие-то тенденции, новые идеалы, которые еще неизвестно, чем закончатся, и когда я сравниваю это с тем, что сейчас, и с теми тенденциями, и с теми на сцене, которые сейчас происходят, и которые отражаются вот в этих спорах, в этих голосованиях, я понимаю, что наступает период не только стабилизации системы, как таковой, но и определенный откат, и слово откат, это нормальное, это не ругательное слово, это слово, которое означает действительно остановку, какую-то временную остановку в истории, которая набирает новые силы, новые инерции, новых людей, новые кадры, новые поколения, в конце концов, которые в конце концов двинют, двинют это дальше вперед, куда? Вот это вопрос. Вот самый главный вопрос, потому что я действительно очень боюсь, у нас вот эти остановки, они очень опасны, они бывают глубокие, и они как снежный ком тоже обрастают, да, потому что у нас соответствующая генетика, у нас менталитет, у нас что-то в воздухе, это, видимо, ноосферическое какое-то влияние, потому что мои сверстники, мои сверстники, которые вроде бы должны быть свободны от болезней поколения прошлых, да, ничего подобного, заболевают теми же болезнями, я знаю очень много тех, кто и за стальные, за жесткие всякие меры, руки и все прочее, и абсолютно в той риторике, которая была когда-то. Я поражаюсь, откуда это берется? Вроде бы, ну действительно, мы уже такую сейчас имеем свободу информации, такой, по крайней мере, в мое поколение, которое может что-то не смотреть, а уже смотреть в интернете или самостоятельно думать, ничего подобного. Я думаю, что это берется из семейных традиций прежде всего, из поколенческих традиций второе, из отношений больших слоев населения, широких слоев населения, отрицательных, отрицательного отношения к тем реформам, которые проводились в 90-е годы. И вот это... То есть они перепутали, перепутали немножко. Идеалы и конкретные реформы. И к тому же, надо сказать, что все эти идеалы, в конце концов, если не рассыпались прахом, то во многом подмочили свою репутацию. А у нас народ очень импульсивный, очень, да. Они хотят все и сразу. Они хотят сразу счастья, они хотят... Сами ничего не делая. Они думают, что Ельцина все сделает. И вот они не понимают, что вот эти идеалы, в конце концов, на Западе, в Америке и прочее, прочее, они осуществлялись в течение столетий, долго, тяжело, с откатами, с разного рода контрреволюциями, с фашизмом, в конце концов, понимаете? Ну да, но пошли, посчитайте, сколько лет? 12 лет. Да, но это все это входило в ткань. А у нас, Европа, понимаете? А у нас бесконечности. А у нас, у нас, действительно, перевернутая восьмерка. Совершенно верно. В этом и проблема. Мы же за 20 лет хотим, чтобы все сразу, вот эти молочные реки, демократические, личностные и прочее, они осуществились. И сверху. Этого быть не может. Они думали, что сверху мы это все сделают. Они были уверены, что это сделают. Они верили в Ельцин, участвуют. Потому что это уже труд и таланты и терпение. Кстати говоря, люди, которые это осуществляли, они тоже были подвержены вот этим самым явлениям, тенденциям. Они тоже вышли из советского общества. Понимаете? Вот мы сегодня говорим о чем? О том, что сплошная коррупция, о том, что там возвращается 90-е лихие. Простите меня, кто возвращает все это дело? Возвращает люди, которые сегодня по 30-40 лет, которые родились при советской власти, которые были октябрятами, комсомольцами, членами партии. Это они все делают. Это вот огромная масса людей советских, которая сегодня перешла в новое состояние и познакомилась с новыми идеалами, реальными и уже разбитыми в страх. Вот они все это осуществляют. Они делают то же самое, только другими методами. Совершенно верно. Вот это любопытно. Это такое немножечко, знаете, ощущение, сюрреалистическое. Как будто вроде бы, вроде бы, вот вся обертка поменялась, а по сути происходит то же самое. Это, кстати, Гоффман. И Гоффман, я думаю, что автор не столько немецкий, сколько наш. Вот Гоголь и Гоффман это типично русские авторы. Немножко вот это извращение сюрреалистическое, оно везде присутствует. Вот любое историческое явление в России, любое, там взять и есть сюрреализм. По-дому, это освещение осложняется еще и тем, что все это быстро делается. Да, конечно. В 89-м году, значит, взлет демократии, 91-м год, ГКЧП, потом начинается реформа, шоторотерапия, частная собственность, обогащение. Из-за уже кризис, дефолт, кризис. Вровне страны, создание корпорации, монополии. Это все буквально в наших глазах. Это все революция. И контрреволюция. Уже контрреволюция. И откаты. Это все осмыслив. И уже внутри новой системы, там уже борьба идет. Это нормальным осмыслив. Это невозможно совершенно. Это невозможно осмыслив не только людям, понимаете, обычным, но даже тем, кто стоит в руле государства, очень сложно разобраться в этих вопросах, понимаете. Процесс идет быстрее, чем они принимают решение. Совершенно нет. Это либо действительно в историческое время сжимается. У меня тогда такой вопрос, логический. Немножко даже отодвинемся от этой проблемы России. Вот так в целом. Как вы, как ученые, прожили колоссальную жизнь в науке. Вам не скучно смотреть новости? Вы знаете, я не смотрю сейчас почти программы такие вот новостные, потому что я слушаю очень часто радио пять минут. И мне сообщают факты, из которых я делаю собственные выводы, понимаете? Да, да. Вот мы, скажем, сообщили о том, что правое дело вот разваливается. Это факт. Это факт. А я думаю так. А может быть, это кому-то выгодно, чтобы показать правое дело независимым от тех людей, которые его создавали. Да, да. Может быть и так. Слушайте, вы опасный человек. Я же не знал, что вы сейчас на эту тему выйдете. Видите, я же специально не поднимал. Мы говорим татаро-монгольское, и к 12-й год, Сусима. Знаете, вот давайте про Сусиму. Что же мы сразу про Прохова? Это к слову. Нет, к слову, даже к слову не надо. Ну, ничего, мы это как-нибудь подрежем. Вы тогда еще такой вопрос. Поскольку я иногда все-таки захожу в свой альма-матер, в МГУ, и к вам заходил в Академию наук, и, кстати, как я к вам помню, зашел, зашел абсолютно по-дружески, зашел, и пока вас ждал, прошелся по двум коридорам. И за это время ко мне выходили люди, которые меня видели два раза в жизни, и стучали друг на друга, в том числе на вас. Я думаю, что же такое происходит? Это что же за корпорации единомышленников, ученых, людей, которые должны быть преданы каким-то идеалом, да? И вот я недавно узнаю про какие-то тоже от разных людей в разные телефонные трубки и лично про какие-то странные, так сказать, несоответственные в связи с голосованием при избрании нового директора Института Российской истории в Академии наук. Вот что там по факту вообще произошло? Ну, по факту произошло следующее. Мой срок закончился, срок моего продления закончился, и стоял вопрос, естественно, согласно уставу Академии об избрании нового директора Института. И были назначены выборы, которых меня уговорили участвовать, хотя мой срок закончился, и возраст был солидный и не позволял участвовать в этом деле, хотя у нас основного ценза нету, но каждый для себя сам ставит цен свой. В общем, мне не хотелось участвовать в этом, но тем не менее на каком-то уровне в Институте я согласился. Был еще два кандидата, профессор Данилов, доктор наук Петров Юрий Александрович, и вот прошло голосование, которое проходило довольно, так сказать, нервно. Я отказывался на собрании нашего института, чтобы меня не голосовали, но тем не менее я бы голосовали, потому что требовалось в данный момент официальное какое-то уведомление, что я не мог сделать в данный момент. Ну вот, и получилось так, что я набрал что-то около 90 голосов, люди, которые со мной контуировали, набрали 30 голосов, Юрий Александрович, 33 голоса, 40, около 40 голосов набрал Данилов. Данилов, да. Но по уставу Академии эти выборы являются прелиминарными. Они не выбирают... Предварительно. В ходе этих выборов не выбирается директор института. Директор института выбирается общим собранием отделения историко-экологических наук. Это устав Академии. И вот, когда три кандидатуры пошли туда и стали, это, так сказать, выбирать, я свою кандидатуру снял, оставаясь верным своему заявлению на собрании и попросил меня по возрасту больше, так сказать, не считать участвующим вот в этих выборах. Остались два кандидата, которые набрали на наших выборах в институте прелиминарных минимальный, небольшой чисел. Ну да, да. Причем Данилов больше, да? Ну, больше. На семь, по-моему, что это. На несколько голосов, да. Юрий Александрович Петров меньше. И отделение выбрало человека, который получил меньше всех на наших прелиминарных выборах. Это странно, это парадокс, но это устав Академии. И по уставу Академии вот этот человек считается избранным. И его утверждает Академия наук, утверждает директор института. Вот во всем этом есть что? На мой взгляд, не виноват никто здесь. Ни один человек, ни второй, ни третий. Виновата, по-моему, система. Я думаю, что система имеет изъян, что система не учитывает мнение коллектива, демократическое мнение коллектива института, хотя мы являемся государственным учреждением. Но вот есть у нас в уставе Академии такое положение, что выбирает отделение. И вот здесь какой-то вот такой вот, так сказать, некомфорт общественный, он чувствуется, он чувствуется в коллективе, и он чувствуется... Но это я почувствовал, когда заходила за 20 минут. Он чувствуется повсюду, и он будет чувствоваться долго. Пока система существует. Хотя система сработала, она легально сработала, и нет никакого упрека никому. У нас система работает сугубо легально. И когда я встретил одного из руководителей Академии, ну как же так можно? Как же так можно? Он говорит, да, к сожалению, можно. Вот так вот у нас построено. Это построено, на мой взгляд, я об этом скажу отказанно, на мой взгляд, это построено неправильно. Потому что, действительно, коллективу нужно прислушиваться. И если такая ситуация патовая создалась, то должны быть проведены новые выборы по всем, так сказать, законам демократии. Но в конце концов, люди, которые участвовали в выборах, это известные ученые, доктора наук, имеющие монографии. Но почему нет, понимаете? Ну да, вы знаете, я так вот сейчас слушал и думаю, насколько мир фрактально, так сказать, устроен. Вот все пародирует большой, маленький, маленький, большой, вселенная, пародирует какое-то там строение атома и все прочее. Действительно, очень похоже. Я думаю, что выборы вот у вас на историческом отделении они очень как-то так предваряют и объясняют и пародируют выборы вообще у нас, так сказать, наверху. Потому что они как-то строятся по очень похожим принципам, да? Вот эту странную парадоксальность. Действительно, парадокс существует колоссальный. Но, тем не менее, я же все-таки, меня все называют вот в прессе и так далее, что и страшно, эгоисты, эгоцентристы и так далее. Я думаю, как? Что благодаря тому, что вот там такая система у вас существует, теперь, когда вы остались на десяти, так сказать, комиссиях, в которых вы и были, там огромное количество комиссий научных, учебных и так далее. Ну, кое-что, действительно, много. Но, по крайней мере, у вас уже теперь сейчас нет подписи этих бумажек, страшных ремонтов и все прочее. И мы с вами будем больше общаться на исторические научные темы, что мне гораздо приятнее. Во-первых, свободы стало больше. Я теперь могу не оглядываться на многие проблемы, на которые я оглядывался в условиях вот той изменившейся системы начала двухтысячных годов, которая стала создаваться. Понимаете? Да, но мы про это не будем. Не будем. Я сейчас не будем говорить. Вот на этой теме замечательное, что общение у людей как-то расширяется, да, мы подводим итог нашей сегодняшней встречи. И я очень благодарю Андрея Николаевича Сахарова, который согласился к нам сегодня прийти. У нас был необычный выпуск передач, потому что сегодня герой поэзии судьбы говорил сам за себя, а не я рассказывал о нем, так сказать, в третьем лице. И мне кажется, что эту традицию я буду иногда, так сказать, возобновлять, эту новую для нас традицию. И, ну что же, я всех призываю, думайте своим умом, обогащенным двумя вещами, фактами и логикой. Спасибо за внимание. С вами была передача «Поэзия судьбы». Я ее автор и ведущий Евгений Панасенков.